В целом, всё, что я хочу в жизни, я этого добиваюсь и получаю, и всё у меня хорошо. Но периодически вспоминаю, что нет у меня отношений и не было любви никогда. И становится так грустно, и кажется, в чём смысл вообще жизни. Тяжело переживаю такие моменты. Мне 30 лет, я здоровая и красивая, и внимание есть, но свободных, привлекательных мужчин нет. Будто моя судьба быть одинокой. Как выйти? Спасибо. Ну, давайте начнем с того, что вы не будете заниматься вот этим самопрограммированием, ежедневно и еще часом. Это первое. Простите, голос немножко подсел. Второе. Давайте чуть-чуть поширим, посмотрим на этот вопрос. У нас есть с вами два таких поглотителя, два фильтра. Один, мы их обрели из расчёта собственной безопасности и понимания происходящего вовне. Вот один нам забивают родители в качестве воспитательного процесса и убеждений, которые нам надевают на голову, пока мы находимся и смотрим в той пресловутой семье, где прикладывались к нам воспитанием. И если там заложено внутреннее, уже практически неосознанное убеждение, что вот мужчины, они такие и сякие, а вот я бы хотела такого, а такого нет, и значит вообще никакого не нужно, или это мамы на слова, или бабушкины, тёти, ну, не важно, соседки там, подружки какой-то, ну, скорее всего, всё-таки близких родственников, то ваш фокус внимания, он всегда будет подтверждать, обращая ваши глаза вовне, смотря на мужчин, именно в тот момент, когда вы будете убеждаться в том, что вот вы обречены на одиночество. Это абсолютное внутреннее убеждение или копия какого-то жизненного процесса, чьего-то жизненного процесса, допустим, мамы или сестры. Это неплохо, нехорошо, просто чуть-чуть поглубже нужно посмотреть, и ни в коем случае нельзя переповторять, вот перепрограммировать себя на то, что их нет, их более чем достаточно, это первое, второе вам нужен один, а не много, в третьих он какой. Вот это вы себе запрещаете, потому что тот образ, который присутствует у вас с вашего детства, он для вас достаточно болезненный. Женщины вообще эмоционально сильно переживают болевые такие сцены, которые ребёнок, особенно девочка, которая, она не смогла это объяснить, или мама рассказывала, сливая на ребёнка свои такие присвободные эмоциональные невзгоды, и ребёнок не смог это, вы в частности не смогли это переварить, и вот таким способом вы пытаетесь от этого защититься. Это не ваша история. И, допустим, у вас были бы другие семейные отношения, где родительская пара по отношению друг к другу испытывала бы любовь, уважение, взаимопонимание, взаимоподдержку. Я вас уверяю, таких бы проблем у вас не было. Значит, нужно, коли уж вы с нами, значит, нужно чуть-чуть поглубже глянуть и посмотреть на этот образ, а самое главное — не бояться. Его нет, он только в вашей голове. Вообще всякая ерунда в нашей голове, которая практически не даёт нам жить. Мы смотрим через призму своих каких-то убеждений на всё происходящее, и это называется иллюзия. Так вот, иллюзию нам одевают люди. И это первый фильтр, с которым нужно справиться. Вот этот поглощающий так называемый барьер, который затягивает и без конца заставляет вас бессознательно принимать ту догму, которая абсолютно не соответствует действительности. И когда вы выходите в люди, та же самая ситуационная, объективная история, она искажается, потому что эта первичная догма иллюзорная, она даёт очень серьёзные искажения из расчёта того, вот она красивая, а я не очень. Ну вот у неё есть, а у меня нет, потому что потому. И тогда это обличение самого себя, и это называется жертвенная позиция, и поехали, поехали. Так что, ну, я думаю, что мы с вами однозначно разберёмся. Это не такая большая задачка на самом деле, и не надо её раздувать, как огромный воздушный шарик. Это вот совсем такой очень-очень спокойный разбор, когда нужно в беседе, в разговоре вытащить этот образ, который не даёт вам покоя. Он таким способом просится наружу, чтобы вы его разрядили, и он перестал вас беспокоить, и вы начали жить, и увидели того хорошего и настоящего. И плюсом, просто для себя вечером сегодня, вот, поль пятница, попробуйте написать, ну, такое автоматическое письмо, вообще ваши отношения к мужчине. Вы его боитесь, вы его уважаете, вы их обесцениваете. А когда напишите, попробуйте увидеть. Это ж чьи слова так вам засели в голову, как гвоздь, который вот так не даёт вам реализоваться, потому что внутренняя потребность есть, а запретная система не пускает из ящика. На самом деле всё очень просто.